Друзья, всем салют! Снова рад вас приветствовать в новом видео! Я думаю, что уже по картинке вы поняли, где я нахожусь и что сзади меня. Да-да, для тех, кто не понял, я у тети Аси, снова в гостях, и то, что вы увидите, меня очень и очень удивило. И, конечно же, я хочу показать вам и также расспросить тетю Асю, как она это сделала. Возможно, для кого-то это будет полезно, так как тетя Ася, вы помните, она на костылях, она плохо передвигается, ей некому помочь особо, и, несмотря на это, она сделала такую красотень. Сейчас зашатайтесь. Ну вот, друзья, посмотрите. Ну что там, вы стоите, еще не упали? Видите, какая разница, что было и что сейчас? Посмотрите, я удивлен. Когда мне тетя Ася скинула видео, я просто был в недоумении. И, помните, последний раз, когда я вам показывал, это эти аквариумы, как тут было, и что сейчас? Кстати, у нас-то тут еще презенты тети Аси, но о них позднее. Сейчас мы пока порасспрашиваем, что да как тетя Ася сделала. Тетя Ася, давайте, наверное, вот с заднего фона и с плафонов этих начнем. Из чего вы их делали? Что это вообще? Было два бра, таких на стенах, долго были без дела лежали в шкафу. И вдруг вот они понадобились. Я укрепила этот картон там в слое, чтобы она была более такая жесткая. Не обрезала вот эти края для того, чтобы они упирались в стенку и прижимались к аквариуму, чтобы он не болтался. Ну, выхожу из положения, пока... Картонку вы покрасили красочкой, да? Краской гуашью черной. Просто, просто крючок. Бра, лампочки тут светодиодные или нет? Я не знаю, какие. Лампочки, дядя Ася говорит, вот такие, которые... Это из этой серии. Нет, честно говоря, не особо знаю, поэтому кто там в курсе, напишите. Хотя нет, вот вижу, нет тут диодов, там какая-то лампа все-таки внутри. Цветочки. Что это за цветочки? Откуда они? Зачем они тут? Видела у кого-то из ребят, так красиво сделано. Это называется, наверное, фито... Ну, фитофильтр, когда он отдельно... В общем, пока, ребят, тут эксперимент. Посмотрим. Ну, я вижу, тут и росточки вроде как пускают, да, эти корни. Вася, у меня же появились новые ростки с тех растений, которые ты мне приносил. Где-то уже, значит, прижились эти растения, уже новый листик вот у меня появился, это мой. Значит, нравится? Да. Вот в новую полезли, вот новая полезла, видишь? Все у вас получается эти? Ну, получается. Стараюсь, а я же тебя слушаю. Домик, смотрите, ребят, какой домик, как растения высажены. А вот смотрите, для самых внимательных, вот видите, сзади камни. Вот здесь и здесь. Это тоже тетя Ася придумала и реализовала, приклеила. Это что у вас оставалось? Это от плитки оставались кусочки битые. Рукодельница, видите? А тетя Ася просто просит ее не показывать, она будет вам закатом все озвучивать. И посмотрите, какую красотень на его. Бомба, ребят. Но я думаю, что это точно стоит написать об этом в комментариях под видео свое мнение. Я просто, я в восторге таком. Я думаю, тетя Ася сама в восторге от того, что у нее это получается. Тут у нас малявочник. Видите, также криптокаринка тут. Тут еще растения посажены в стаканчики. Ну и немножко песочка насыпано. Мальки растут. Фильтр работает. Все чудно. Ну я вообще, я реально смотрю и балдею. Разница, да, тетя Ася какая? Так, теперь давайте вскрывать, что здесь. Оно мокрое, да. Это так. Мы вам тут по-быстрому несли. Так, на всякий случай давайте телефон уберем. Валюха, давай там убирай. Давайте, доставайте. Что здесь? Ой, какая красоти. Вот это, в общем, это Аленка передала. Она говорит, пожалуйста, вот тете Асе. Вот умничка. Алена, спасибо большое. Я думаю, что вы сможете там как-то ее связать, крепить. Ее можно связывать, ее можно клеить. Как уже будет удобно. Мы просто с Аленкой там крутили-крутили. Есть несколько вариаций. Почему три взяли коряги, потому что, ну, с них что-то можно там сделать. Поэтому, ну, я смотря на это, на ваше рукоделие, я думаю, у вас тут вообще лучше еще, чем у нас получится. А теперь давайте вскрывать, что же в баночке. Просто по-моему не снимай. Да, ну, только руки. Только руки и голову, и все. Ой, растения еще. Растения, также мы будем... Это сомик. Да, также будем дальше пробовать другие растения. Садить и смотреть, как они будут расти. Также вы сказали, что у вас креветки там куда-то подевались. Я снова принес креветки. А вот те сомики, это теперь Костя передал, которому поехали меченосцы. Костя, спасибо большое-пребольшое. Вот потихоньку-потихонечку будем новых жителей добавлять и добавлять. А также, ребят, еще вот хотел такой маленький момент для начинающих рассказать. Вот тетя Ася говорит, были мальки, которые тут начали умирать. Она говорит, в чем может быть причина? Я говорю, ну, скорее всего, в воде. Она говорит, ну, посмотри, чистая же вода, все нормально. Я говорю, да, согласен, но она может быть уже не очень хорошая. Она говорит, ну, почему, ну, все, чисто. Я говорю, давайте, тетя Ася, понюхайте тут воду и тут воду. Ну, я думаю, уже опытные знают, что нормальная вода в аквариуме, как пахнет. И как уже более та, чтобы протухшая. Ну, в общем, тетя Ася понюхала, и теперь она уже в курсе, что нормальная вода пахнет, да? А там, где водичка не очень, то она воняет. А я вас не снимаю. Я уже шутил. Ну, один разок, один разок можно. Я, наверное, переборщила с яичком. Да, все получилось, потому что тетя Ася сильно заботилась о мальках и решила их покормить золотком. Но так как всегда кажется, что они голодные, она, видно, чуть больше его дала, а фильтрация не справилась. Поэтому водичка, хоть и прозрачная, но она воняет. Да, но она уже знает, как исправлять. Поэтому вы можете также свои, ребят, только дельные советы там написать тетя Ася. Ну и также, как я говорил ранее, пожалуйста, можете с ней связаться, подсказать. Что-то, что-то можете придарить, что-то можете наоборот присмотреть, да, тетя Ася? Что-то обмен же нужен, вот как мы, видите, Костя, Аленка, все меняемся. Но домик, посмотрите, какой домик шикарный. Это вот тот кокосик, который был тогда, помните? Вот тетя Ася сделала дырочку. Видите? Вход, и вот эти сомики будут туда заходить. А в следующий раз еще придет сом Анциструс, именуемый в народе Присоска. И вот тот тоже товарищ, я думаю, здесь будет любить жить. Ну вот, друзья, наше видео подошло к концу. Поддержите лайком, подпиской. И до новых встреч, в новых видео. Пока-пока.